Ну, если говорить про выбор терапии, если говорить про молекулярные маркеры меланомы, то тут всё сводится фактически только к выбору терапии. Если брать те опции, которые сегодня есть, речь идёт, разумеется, только о метастатической меланоме, та меланома, которая хирургическому вмешательству не может быть подвержена, то здесь, по сути дела, три или, правильно говорить, четыре опции. Это обычная терапия, химиотерапия, ну, там фактически стандартом являются докорбозин, хотя теоретически есть некоторые другие схемы. Это иммунотерапия, речь идёт о назначении современных препаратов. Это таргетная терапия ингибиторами сигнального каскада, там как раз больше всего маркеров. Ну и вообще-то сознательный отказ от лечения, потому что, в общем-то, эффективность у всех этих методов, она очень далека от 100%. И получается, что какая-то пропорция пациентов, в общем-то, их не получается лечить. И, по идее, знать бы заранее, кого бесполезно лечить, ну, так скажем, диантологически правильно стандартными методами, ну, тоже, в общем-то, это было бы не так плохо, согласитесь. Ну, если говорить про маркеры, то там, где реально есть практический прогресс, там, где реально есть какая-то новая волна, это, конечно, таргетная терапия. На самом-то деле, если говорить про меланому, то несколько молекул, несколько генов, которые участвуют в одном и там же сигнальном пути передачи сигнального каскада к делению клетки, несколько генов могут активироваться. По сути дела, помнить надо о трех генах. Это ген КИД, который является, кодирует рецептор ген НРАС и ген БИРАФ. Что существенно? Вероятность обнаружения мутации в этих генах зависит от разновидности меланомы. Редкая разновидность меланомы – это акральная меланома и меланома слизистых. Там часто мутирован онкоген КИД. Что существенно? На самом-то деле, это редкие меланомы, и, в общем-то, это непростой тест, потому что требуется выполнить секвенирование полной нуклеотидной последовательности гена КИД. Но зато препарат здесь, в общем-то, стал более доступный. Гливек и мотиниб – это препарат, который разрабатывался как средство для лечения хронического милоидного лейкоза. Потом он стал применяться для КИД-ассоциированных опухолей. Все-таки гливек и мотиниб более доступен, чем многие современные таргетные препараты. Речь идет, разумеется, о ценовом диапазоне. И получается, что это та небольшая категория пациентов, которой можно помочь. Но если говорить о статистике, о чистоте, если возьмем слизистые акральные меланомы, то примерно 15% этих опухолей имеют мутацию в гене КИД. То есть, в общем-то, относительно небольшая часть. Но это единичные пациенты, у них реально есть эффект от терапии ингибиторами. Ну, самая, в общем-то, известная, конечно, позиция, известная благодаря появлению препаратов – это мутации в гене БИРАФ. Мутированный БИРАФ меняет свою конформацию, белок становится другой по своей пространственной организации. И именно поэтому сознательно разработаны ингибиторы, которые связываются избирательно с мутированным БИРАФ и ингибируют этот белок. Здесь тоже, в общем-то, тестирование имеет свои особенности. Если взять литературу, и достаточно правильно говорится, что примерно половина меланом кожи имеют мутацию в гене БИРАФ. Но и здесь есть определенные клинически важные наблюдения. Самое существенное, что надо понимать. Практически, ну, 100% неправильно говорить, но очень высокая вероятность обнаружить мутацию в гене БИРАФ у очень молодых пациентов. Это та достаточно молодая категория людей, которые, в общем-то, могут себе позволить много загорать. Это в основном любители экзотических путешествий, любители поездок на всякие курорты. Но самое главное, что любители интенсивного загара. И именно у молодых людей, которым меньше 40, вот такие меланомы наибольшая вероятность обнаружить эту мутацию. Там где-то 85-90%. Мораль какая? Если очень молодой человек, если меланома на том участке, который в норме, закрыт от солнца, там где бывают ожоги, ну, спина самая характерная локализация. Если лаборатория говорит, что нет мутации БИРАФ, сделайте тест еще раз. Потому что, еще раз говорю, что вероятность обнаружения мутации в данной категории пациентов, ну, примерно 90%. Другая интересная особенность. Вообще-то, изначально вся идеология лечения меланомы и все тест-системы разрабатывались на самую частую мутацию. Называется она В-600Е. Это В-это аминокислота, Е-аминокислота. Но есть более редкая мутация. В-600К – это в той же позиции, просто другая аминокислота, которая подвергается замене. Считается, что это редкая мутация. И самое главное, что, ну, вся идеология-то разрабатывалась 10 лет назад, когда методы генетического анализа были более скромными, чем сейчас. И поэтому вся идеология, вся диагностика разрабатывалась для частой мутации. В-600Е. Опять же, большинство больных, для большинства случаев меланомы, это вполне удовлетворительно. Но, если мы возьмем очень пожилую категорию пациентов, посмотрите, это люди, которым старше 80 лет. Каждая четвертая мутация является неканонической. Ну, я понимаю, что у нас это немножко такие теоретические знания, потому что у нас нет полной обеспеченности препаратами. Если бы у нас каждый больной с мутированной меланомой получал бы препарат, это были бы очень важные знания. Но у нас-то фактически не препарат подбирается к пациенту, а пациент к препарату, согласитесь-то. Таковы реалии. Поэтому все это выглядит кабинетной наукой. Но все-таки, если забегать на несколько лет вперед, то вот эта специфика распределения мутации, это наша собственная работа, кстати. Это первое всероссийское исследование меланомы. Оно существенное именно для практики, потому что если вы направляете пожилого пациента на диагностику, надо понимать, какой спектр услуг оказывает лаборатория. Диагностика мутаций очень важное дело. И категорически нельзя этой диагностикой пренебрегать. Это известно. Но еще есть один аспект, о котором мало знают на самом-то деле специалисты. Вдумайтесь. Все клинические испытания, регистрационные особенно, все, кто участвует в клинических испытаниях, знают. Не допускается принимать в испытания пациентов, у которых уже была другая опухоль. Первично множественные опухоли. Это критерий для не включения в клиническое испытание. Почему? Потому что если есть метастаз, непонятно от какой из двух опухолей он происходит. Непонятно, что мы лечим. Вот в данном случае эта особенность именно с виморфенибом, даброфенибом сыграла, честно говоря, плохую услугу. У этих препаратов есть очень необычное побочное действие. Мутированные Бираф они угнетают. А нормальный белок Бираф, который присутствует в нормальных клетках, эти же препараты стимулируют. Получается парадоксальный побочный эффект. Именно у этих больных во время лечения моментально могут возникать опухоли кожи за счет активации нормального Бираф. Но еще одно очень важное свойство. Увы, если есть спящая опухоль, то назначение препарата может ее спровоцировать. Но посмотрите, это наше собственное клиническое наблюдение. Здесь главный герой Алексей Викторович Новик, который в зале сидит. Пациентка, у которой успешно вылечен рак молочной железы. Ну что значит успешно вылечен? Прооперирована пациентка, нет видимых очагов. У нее после этого возникают меланомы, и она начинает получать веморофениб. На месте рубца возникают опухоли. Ну, рецидив может быть в любой ситуации, он же может быть не связан с лечением. Отменяют назначение веморофениба самопроизвольный регресс. Что это означает? Что это именно препарат пробудил спящую опухоль, и отмена препарата способствовала регрессу. Ну, на самом-то деле, если верить статистике, ну наконец-то, ну все равно ничего не видно, ничего не прочитать. Если верить статистике, то до 5% пациентов сейчас являются пациентами с первично множественными раками. Показатели результатов лечения улучшились, и поэтому многие, особенно пожилые пациенты, которые приходят в клинику, у них уже что-то было. Но вот тут уже, конечно, очень сложная проблема. На самом-то деле, опять же, за границей она в определенной степени компенсируется. Комбинированное назначение ингибиторов БИРАФ и МЕК отменяет вот этот негативный побочный эффект, по крайней мере, отчасти. Поэтому уж если рассматривать варианты лечения пациентов, у которых одна опухоль уже была, то именно тут предпочтительно думать о комбинации. Активация киназа МЕК. Здесь нет никаких мутационных тестов, хотя мутации на самом-то деле бывают. Но что существенно, посмотрите, вот у нас может быть мутирован ген РАС, может мутирован ген БИРАФ. В любом случае, все это заканчивается передачей сигнала на киназу МЕК. И поэтому ингибиторы сигнала МЕК, они носят функцию универсальных препаратов. Вот, посмотрите, клиническое испытание для пациентов, у которых мутация в гене НРАС. Для самого НРАС ингибиторов нету, не разработано, там технические сложности. А вот ингибирование МЕК, оно имеет положительное значение. То же самое касается и БИРАФ. Посмотрите, в данном случае мы говорим о том, что мутация происходит в БИРАФ, но назначают не РАФ ингибитор, а МЕК ингибитор. Тоже есть определенный эффект. Правда, надо помнить, что на самом-то деле за границей, в общем-то, монотерапия ингибиторами МЕК, она просто формально не зарегистрирована, хотя если мы говорим, по крайней мере, о пациентах, у которых мутирован ген НРАС, то, в общем-то, эта терапия представляется оправданной. Ну и, наконец, что очень существенно, и об этом сегодня много будут говорить, в том числе и на сателлитных симпозиумах, все-таки на сегодняшний день речь идет о комбинированном назначении ингибиторов БИРАФ и МЕК. И, насколько я понимаю, вообще сейчас ситуации в развитых странах, где неограниченные ресурсы, чтобы БИРАФ ингибиторы назначались в качестве монотерапии, и их нет, совместное назначение с МЕК-ингибиторами значительно замедляет приобретение опухолерезистентности. Иммунотерапия, ну, в общем-то, еще менее доступные препараты, в отличие от таргетной терапии, здесь достаточно условные маркеры. Посмотрите, что известно. Если вы выполните полногеномное секвенирование опухоли, сложная процедура, ну, в общем-то, доступная, честно говоря, и посчитаете общее количество соматических мутаций в опухоли, то отвечают на терапии те опухоли, в которых больше мутаций. Почему? Больше мутаций, больше измененных белков, как следствие, больше антигенность и лучший ответ на иммунотерапию. Ну, с одной стороны, тест, в общем-то, сложный, а с другой стороны, видите, вот с мутациями там просто. Мутация либо есть, либо нет. А вот здесь, на самом-то деле, подобная ситуация недостижима. Еще интересные особенности, но вот это, на самом-то деле, успехи фундаментальной науки, но они заставляют задуматься вообще о том, как работают ученые. Посмотрите, в данном случае меланому лечат у мышей. И оказывается, есть штаммы мышей, у которых меланома успешно лечится иммунотерапией, а есть штаммы абсолютно таких же мышей, это все мышки-близнецы, у которых меланома не излечивается. Почему? Когда мышей начинают содержать вместе, то они все становятся излечиваемыми. С чем это связано? Связано это с содержанием бактерий в кишечнике, с составом бактерий в кишечнике, который называется микробиота. На самом-то деле, в экспериментах, да и, кстати, у людей подобные вещи делают, то, что называется фекальная трансплантация, когда просто калот одних животных, переносит других, то же самое делается у людей, просто изменяет состав микробиоты. Микробиоты являются важнейшим компонентом для воздействия иммунотерапии. И в частности, бифидобактерии, ну, препараты такие есть для нормализации микробиота кишечника. Они, как ни странно, оказывают, по крайней мере, в эксперименте, благоприятное воздействие на иммунотерапию. Мораль какая? У нас есть лекарства, есть портрет опухоли, но есть еще самые разные факторы хозяина. То, что, в общем-то, малопонятная совокупность процессов, которые называются иммунитет. И самые неожиданные, в общем-то, ассоциации здесь могут быть обнаружены. Еще одна особенность, но это, опять же, речь идет о кабинетной науке. На самом-то деле, опухоли мало иметь. Антиген, чужеродный белок. Опухоль еще должна экспрессировать специальные молекулы, которые этот антиген презентируют, представляют иммунной системе. Ну, называется это белки гены комплекса гистосовместимости. Данная работа показывает, что иммунотерапия действует на те опухоли, где есть экспрессия генов комплекса иммунной гистосовместимости. То есть это те опухолевые клетки, которые способны представлять свои антигены в системе иммунитета. Ну и, наконец, самое главное, самое интересное. Я знаю, Лев Бадимович рассказывает, что очень часто, не то очень часто, а иногда бывают пациенты, которые очень хорошо отвечают на стандартную цитостатическую терапию. И у нас такие случаи есть. Я все время пытался какие-то опухоли получить, чтобы посмотреть, чем они отличаются от обычных с точки зрения анализа. Это же очень интересная категория пациентов, редкая, которая отвечает. И, наконец, категория пациентов, которым не надо их лечить стандартными методами, кроме вреда, ничего не будет. Какие же здесь маркеры? Это же самая востребованная область, согласитесь. Это более доступные препараты. А это последний слайд. Здесь никаких маркеров нет. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Наумович. Здорово, что Вы так быстро завершили. Почему? Потому что есть целых несколько минут поговорить, а не так, что, как часто бывает, нет совершенно возможности. Но мы часто с Вами видимся на разных площадках и неоднократно говорим про достижения современные. И те сведения, о которых Вы говорите, уже стали доступны клиницистам. Клиницисты заинтересованы в том, чтобы добраться до истины. Но для клинициста какая истина, самое главное? Это если уже был когда-то сделан тест, набирав, и он был позитивным, или же он был отрицательным, скорее вот так. А потом прошло какое-то время, и у людей, у пациентов, родственников возникает вопрос. А может быть, он был… Давайте еще раз сделаем. И говорится, постулируется, что это делать не надо, потому что это не должно меняться никогда. В то время как в моей личной практике несколько случаев такого рода было. Я не знаю, в чем причина этих случаев. Дайте, пожалуйста, трактовку этому, как Вы считаете, и что нам делать, как нам быть. Ну, давайте я разделю ответ на три позиции. Первое. Мы сами прицельно сейчас провели исследование на эту тему, просто пока не опубликовано. Ну, допустим, что мы делали? Мы брали опухоли и их рецидивы, ну, в той или иной степени. Я говорю про рецидивы, понимаю, что любой метастатический очаг местный. Через тот интервал, который был. Нет гетерогенности в отношении мутации БИРАФ и НРАС. Мы брали опухоли, где разные очаги. Вот у нас меланома, вот у нас отдельные лимфатические узлы. Ну, если на круг всякое бывает. Нет гетерогенности мутации БИРАФ. Это факты, наши собственные эксперименты. И более или менее, ну, мое впечатление, это уже к вопросу веры. Моя интерпретация литературных данных, что сведения о гетерогенности тех мутаций, которые называются actionable, то есть те, которые ведут за собой значение препаратов, эта проблема преувеличена. Что может быть? Техническая ошибка лабораторий. Единственный способ не ошибаться, это ничего не делать. Поэтому, в общем-то, когда очень хочется, ну, никогда не проблема повторить тест, если это потенциально в пользу пациента. Я считаю, что это с точки зрения, так сказать, здравого смысла правильная реакция. Это раз. Ну, второе, в общем-то, опять же, если мы говорим об относительно непростых ситуациях, когда мы уверены, что это единственная меланома, всегда же есть еще определенный риск первично множественных опухолей. Честно говоря, по своей практике общения с практикующими онкологами, я знаю, что всегда в дифференциальном диагнозе вопрос о возможности первичной опухоли забывается. Я видел массу ситуаций, когда очень квалифицированные врачи, очень эрудированные, которые любят думать, ну, на самом-то деле, в начале, когда что-то видели, интерпретировали неправильно. У нас же все-таки алгоритм. Частые болезни встречаются часто, мы все хотим связать в единый процесс. И вот эти случаи дискордантности у меня всегда возникает вопрос. Ну, они бывают, наверное, но, может быть, это первичный нож на опухоль? Я понял ваш ответ. Для меня самым главным, вот в нем, и я хочу, чтобы вы еще раз сказали, что да, это так, явилось то, что вы говорите. Несмотря на то, что меланома – гетерогенная опухоль по своим биологическим характеристикам, это не касается бераф-мутин. Твердая – да, твердая – да. Вот это да. Еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, дорогая Григорьевна. Профессор Кадагидзе. О, это очень важный механизм на самом-то деле. Это как раз очень хорошо показано, и как раз в этом даже идеологии интермитирующей терапии. Парадокс заключается в том, что сигнальные каскады, они очень адаптивны к воздействию. И получается, что в опухоли, ну, вот это я не могу понять, все-таки есть какая-то программа, вот как эволюция, мы понимаем, что виды сами борются с существованием. То есть у человека, допустим, у любого живого существа вот это стремление поддержания своей жизнеспособности, оно присуще. То же самое и опухоли. И она на самом-то деле очень адаптивна к воздействиям, чтобы себя сохранить, как ни странно. И что получается? Когда вы воздействуете лекарством, ну, ощущение, как будто это происходит сознательно, хотя я в сознательность не верю. Опухоль адаптируется к лекарственным воздействиям. И сигнальные каскады переключаются таким образом, что опухоль может выживать в присутствии воздействия препарата. Если вы отменяете воздействие ингибитора БИРАФ, происходит регрессия. Если бы это было показано для опухолей кожи, которые побочно возникают, это понятно. Там стимулируется мутированный БИРАФ за счет воздействия препарата. И когда вы убрали эту стимуляцию, опухоль исчезла. Тут все понятно. Потому что ДАБРАФИНИП и ВЕМРАФИНИП, они стимулируют нормальный БИРАФ. Отмена стимуляции, отмена роста. Но и в отношении обычных меланом, казуистические, но такие случаи есть. Что когда отменяется ВЕМРАФИНИП или ДАБРАФИНИП, происходит регресс. Почему? Потому что сигнальные каскады адаптировались к препарату. И когда происходит отмена, там какие процессы. Например, что называется, сталкивается несколько сигнальных каскадов, как короткое замыкание. И деление клетки блокируется. Есть такие механизмы. Ну как пробки у нас вылетают в дом, когда происходит замыкание. Правильно? Вот так и тут клетки. Спасибо большое, Евгений Наумович. Но если вопросов больше нету или если есть, тогда давайте, наверное, поблагодарим вас. Спасибо.